Спецслужбы разных стран сотрудничают по этим вопросам. Если Тумсо признают террористом, то вас могут засудить за донаты террористу. Нас скоро террористами объявят за то, что мы дышим. Не исключено. Да, не давать девушку другой нации это по исламу. Дети Кадырова позор на весь мир, а мы все это хаваем. Да перестань, это же весело, голушки. Да, ассаламу алейкум. Можно ли отследить донаты патрона? Алейкум ассаламу араматулу баракату. Дорогие братья, сестры, друзья, зрители, я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Дать какие-то гарантии, конечно же, я не могу. Скажу лишь то, что я знаю. Система американская, когда вы подписываетесь на кого-то, то деньги перечисляются не на что-то имя, а перечисляются на патреон. Уже дальше там они внутри у них распределяются. То есть, в вашей транзакции не видно, на кого именно вы подписаны, кому вы именно перечислили. Вот это то, что можно сказать однозначно. Но какие-то гарантии по этой теме, конечно же, никто дать не может. Мы понятия не имеем, как у них там это все устроено, как это работает. Но пока ни у кого каких-либо проблем с этим не было. Во всяком случае, нам об этом неизвестно. Однако, я не знаю, есть ли среди моих патронов люди из России. Я этого не знаю. Поэтому то, что нет проблем у людей, это не значит, что эти люди живут в России, и мы не знаем этих проблем. У нас нет какой-либо информации, кто. Это возможно, моими патронами являются люди, живущие за пределами России. Только они. А может быть, среди них есть и те, кто живет в России. Поэтому эта тема такая, что каждый человек, если он решает подписаться, стать патроном, он это делает осознанно и берет на себя риски. Это надо понимать. Гарантировать какой-либо безопасности никто не может. И то же самое касается и любых сетей. Будь то Телеграм, будь то Ютуб. Могут ли они отследить людей, которые подписаны и так далее. Мы не знаем этого. Никто не может дать такую гарантию, что они этого не могут сделать. Однако мы знаем, что пока прецедентов таких нет. Это единственное, что мы можем по этой теме сказать. Если ФСБ захочет, то он узнает, кому вы задонатили. Спецслужбы разных стран сотрудничают по этим вопросам. Если Тумсо признают террористом, то вас могут засудить за донаты террористу. Вот видите, вот это вот как бы опровергнуть это, сказать, нет, такого быть не может, я не могу. Это слишком большая ответственность. Поэтому, друзья, здесь каждый должен сам принимать это осознанное решение. И ни в коем случае каких-то гарантий от других людей ждать здесь не стоит. Нас скоро террористами объявят за то, что мы дышим. Не исключено. Тумсо, салам алейкум. Что скажешь про Палестину и Израиль, про евреи в целом? Также пару слов о судном дне, если можно. По поводу ситуации, обострения ситуации в Палестине. Вообще, вы знаете, вот когда идет война, то очень сложно как-то комментировать это с точки зрения политических, с точки зрения политики и определять, кто там прав и виноват. Типа вот эти вот правы, эти виноваты. Потому что ты, когда ты начинаешь влазить вот в такие вопросы, а тут проливается кровь, это выглядит так, что ты стал на чью-то сторону. И ты оправдываешь пролитие крови противоположной стороны. Поэтому дело очень неблагодарное. Здесь правильные слова. Это сказать, что на данный момент нужно остановить кровопролитие однозначно. А потом уже, поскольку оно будет остановлено, тогда уже можно говорить, уже постфактум, о том, кто виноват, кто более-более виновен, кто более прав и так далее. Я вообще, честно говоря, был удивлен тем, что у меня в друзьях в Фейсбуке, люди, которых я считал адекватными, мне пришлось удалить из друзей несколько человек, из-за того, что одни из них вели откровенную произраильскую пропаганду, оправдывая убийство людей в Газии. И другие, наоборот, вели прохамасскую, я бы так сказал, пропаганду, оправдывая убийство ни в чем не повинных мирных жителей Израиля. Я имею в виду тех, которые погибают от этих выпускаемых ракет. А я не хочу быть жертвой пропаганды. У меня такое ощущение бывает, когда я это вот все вижу, читаю, как будто бы я Соловьева. Бывает только вот в других каких-то странах. Другие бывают Соловьева, как будто бы я их читаю и вижу. А я Соловьева, я как бы не смотрю, мне противно. Так же мне противно любую иную пропаганду слушать, видеть, читать, смотреть. Поэтому я решил этих людей удалить. Хотя считал их вроде как адекватными. Но, к сожалению, пришлось в них разочароваться. Поэтому, еще раз повторю, в этой ситуации, в том, что сейчас происходит, разбираться, наверное, будем потом, постфактум уже будем смотреть, кто там виноват, кто был зачинщиком, из-за чего это все началось и так далее. Сейчас самое главное, это нужно остановить вот это кровопролитие. Сейчас очень много людей погибает, в основном, конечно, со стороны Палестины, в Газии. И вот это нужно остановить. Остановить, а потом уже разбираться. Ас-саляму алейкум. Тумсо, как относишься к Хамасу? Можно ли сказать, что действия, которые предпринимаются Израилем, оправданы, так как они защищаются? Несут ли палестинцы какую-либо угрозу для Израиля? Ас-саляму алейкум ас-саляму. Я к Хамасу отношусь негативно. Но те действия, которые предпринимаются Израилем, они не оправданы, конечно же, нет. Здесь, знаете, очень важный момент, это вот те люди, которые говорят, что Израиль, он исторически неправ, они оккупанты и так далее, и так далее. Это одна история, вот это да, есть исторический момент, если мы будем его разбирать, это отдельная тема. Но есть и вот то, что происходит здесь и сейчас. Это конкретно сейчас конфликт, который вот начался. И в этом конфликте есть конкретная сторона, которая виновата. Но сейчас мы об этом говорить не можем, потому что, когда проливается кровь невинных людей, говорить о таких вещах неправильно. Давайте сейчас будем говорить про кровь людей, что вот это надо остановить. Не должны умирать ни в чем не повинные люди. А потом уже разбираться во всем остальном. Единственное, одно я бы хотел сказать по поводу Иерусалима. Я вижу много там дискуссий типа, евреи должны отдать Иерусалим, там Израиль должен отдать Иерусалим. Дорогие друзья, евреи, Израиль, им Палестину никто не отдавал. Точнее не Палестину, а Иерусалим. Иерусалим Израилю никто не отдавал. Израиль, Иерусалим завоевал. Они его забрали. И они его не отдадут. Поймите это, наконец. Если вы хотите Иерусалим, Аляксу, его нужно будет забрать. Его никто вам не отдаст. А если тот, кто говорит, что они должны отдать Иерусалим, то вы должны также говорить, что турки должны отдать Константинополь, саудиты должны отдать Мекку с Мединой. Это ситуация, которая ничем не отличается от этой. Поймите, что никто ничего не отдаст. Этот мир устроен таким образом, что подобные вещи их забирают, их не отдают. Поэтому перестаньте жить в этих иллюзиях. И заниматься пропагандой. Сейчас нужно говорить о том, что проливается кровь. И это нужно остановить. Интересно, как это понять? Никто ничего не отдает, кто-то что-то забирает, и при этом остановить кровопролитие. Подскажите, как это сделать, не проливая кровь. Сделать что, говорится? Что сделать? Сейчас там вопрос не идет о том, чтобы забирать Иерусалим. Иерусалим нельзя забрать, выпуская ракеты из газа. Это глупость полная. Поэтому сейчас вообще не стоит вопрос о том, чтобы забирать Иерусалим. И тем более никто его отдавать не забирается. Сейчас идет просто уничтожение ни в чем не повинных людей. Вот это надо остановить. В этом сейчас нет никакого смысла и блага. В этом тем более нет. Поэтому любые здравые головы сейчас должны выступать за остановку этого кровопролития. Все. И других там вопросов вообще быть не может. Никаких разговоров о политике, о том, что там Палестина, государство, Израиль должен отступить, перестать существовать. И вот эта прочая ересь, которая сейчас обсуждается. Ничего из этого не должна обсуждаться. Только остановка кровопролития. Вот приоритет сейчас. Расскажите, как защитить Алякс, не проливая кровь, когда Израиль наглую забирает эту мечеть, убивая палестинцев. Горец Аль-Акс Иерусалим Израиль забрал в 67-м году. 50 лет, да? Сколько уже? Даже больше 60 лет назад это было. Или 50? 50, да. 50 лет назад. Это не сегодня произошло. Поэтому надо это уже понять, осознать и как-то, наверное, иначе нужно его возвращать, если есть такая возможность. Тумсо, за сколько прекратил бы вещать плохой Абракадырова? За 100 миллионов, а за миллиард? Моби Дик, начните со 100 миллионов предложения. Как на аукционе. И будем поднимать. Тумсо, почему Эрдоган для защиты мусульман в Идлибе вторгся в Сирию, а для защиты мусульман в Палестине не вторгается в Израиль? Я думаю, тебе было бы правильнее этот вопрос задать Эрдогану, а не мне. И у меня нет ответа на этот вопрос. У меня, в общем, много очень вопросов ко всем странам, которые как так или иначе в этой теме участвуют, там, где-то заявления делают. У меня у самого к ним очень много вопросов и претензий. Ответа у меня точно нет. Есть только вопросы. Салам алейкум, брат. Читаешь ли ты Эрдогана диктатором, так как он репрессировал 500 тысяч людей? Алейкум ассалям. Нет, я не считаю Эрдогана диктатором. Я считаю Эрдогана абсолютно демократически избранным президентом. То, что он реально избранный, что у него есть поддержка народа. Мы это все увидели в 2016 году, когда военная хунта попыталась совершить военный переворот в Турции. Мы видели, как народ вышел и спас свою страну, спас Эрдогана от этого переворота. Поэтому этот человек, он реально пользуется поддержкой турков и он реально избранный. По-моему, в следующем году, кажется, у него должны прийти выборы. Это, кажется, выборы в парламенте, если я не ошибаюсь. Я не сильно слежу за ситуацией в Турции. Если они не пользуются, если партия Эрдогана не пользуется популярностью, если люди перестали его поддерживать, то на этих выборах они проиграют, их места займут другие. Во всяком случае, в Турции, по крайней мере, есть выборы, они честные, и там люди путем выборов могут менять свою власть. Это нельзя назвать диктатурой. Диктатура это когда не существует выборов или они являются фикцией, как в России, фарсом. Тогда, да, конечно, это диктатура. Ассаламу алейкум, бро! Рады тебя видеть! Сегодня в телеге у тебя слушал запись и такое чувство, что у кадыровцев ориентационный сбой. Как будто петушины и ветра задули. Даже жаль их стало. Малайкум ассаламу раута варагату. Мы это послушаем. Я специально себе заготовил эту тему. Это нужно прослушать. Я получил очень такое серьезное удовольствие от прослушивания этой записи. Мы ее, иншаллах, чуть позже и все вместе послушаем. Томсо, как ты думаешь, где она выйдет на работу? Так, ладно, раз уже у нас много вопросов по этой теме, давайте начнем с прослушивания этого ролика. Адат выложил сегодня у себя на канале голосовое сообщение какого-то сотрудника кадыровского МВД. Он жалуется на то, что какой-то чувак из МВД свою методичку, которую им прислали, что там нужно за какие-то писать какие-то комментарии в поддержку кадырова. Он как есть эту методичку взял и выложил. И вот здесь есть субтитры, давайте посмотрим. МВД сотрудникам комментарии в понедельник подразделения Руюхуарду комментарии и язин что дайакит и связи субтитры подразделения субтитры и субтитры и субтитры и субтитры позитивным планом под публикацией с Хабибом. К примеру, субтитры 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 друзья, субтитры из-за образования и спорт и доутствия составляет мвд мвд и люди и мвд десел по мвд начать руг это исполня это командир и наказать проект и Вы представляете, какой будет резонанс в СМИ, если эту публикацию увидят, на нее акцентируют внимание. Так вот, на нее уже акцентировали внимание. Огромная благодарность Адет за то, что они это выложили, снабдили это субтитрами. Это реально очень смешно. Человек из МВД возмущается, он говорит, почему мы такие тупые? Вот есть разные министерства. У них, говорит, еще больше людей, чем у нас в МВД. Но у них не бывает таких косяков, таких проколов. Почему они у нас бывают? Почему эти люди настолько тупые? Он задается вопросом. И главное, он сетует на ВВК. ВВК это военно-врачебная комиссия, которая проходит, ну должны по крайней мере проходить все сотрудники правоохранительных структур, когда устраиваются на работу. И как бы на этой комиссии должны проверять их умственные способности. Но как ты понимаешь, возмущенный товарищ из МВД, там не сильно проверяют ваши умственные способности, учитывая, кто у вас находится во главе республики, кем он окружен. Посмотрите на того же Весмурадова, этого Абузейда по кличке Патриот. Ты когда-нибудь задавался вопросом, проходил ли он вообще в своей жизни какую-нибудь комиссию? Не то, что ВВК. Вообще какую-нибудь комиссию этот человек пройдет? Он IQ-тест сдаст? Что-нибудь вообще в своей жизни он сдаст? Какой-нибудь экзамен в школе он когда-нибудь сдавал? Ты вообще задавался этим вопросом? Почему ты удивляешься тому, что у вас на работе тупые люди? У вас в республике управляют тупые люди. Соответственно, они себя окружают такими же тупыми людьми и на работу берут таких же тупых. Поэтому не нужно удивляться. Прими это как данность и работай с этим. Ну, это, конечно, очень сильно, когда приходит методичка, типа, пишите комментарии, там, бла-бла-бла, вот такие одобрительные. Вот, например, к каким-то публикациям. И чувак это читает, и он даже не вник в смысл того, что ему прислали. Он просто взял, как есть, это скопировал вместе с ссылками со всем и куда-то выложил где-то комментарием в пост. Человек боялся, что эта тема станет достоянием общественности. Но, увы, она уже таковой стала. А Диана, про которую он там говорит, что когда Диана выйдет на работу, они узнают, кто этот человек. Сейчас все в чеченском сегменте социальной сети, все теперь ждут, когда Диана выйдет на работу. Мы все прям ждем. Мы хотим тоже узнать, кто этот чувак. Явите его, пожалуйста, народу. Диана, ты только скажи, где тебя найти. Диана, в тренде. Какие же вы, долбые ящери, что не тень так косячите? В общем, всех уволить задним числом. Нельзя ни в коем случае этих людей увольнять. Они должны нас веселить. Вообще, вот эти косяки МВД, почему они только сейчас на это обратили внимание, я не знаю. Помните историю, когда двоюродный брат Кадырова, действующий и ныне префект Шалинского района, убил молодую семью в ДТП? И огромный резонанс был вокруг этой истории. Тогда эти МВД на своем официальном сайте написали, что его вообще не было там за рулем, он типа в машине вообще не присутствовал, там был какой-то другой человек, типа они что-то разбираются и так далее. Потом Кадыров официально признает, что за рулем был его двоюродный брат, МВДшники просто удаляют это сообщение, вместо него выкатывают другое. Это ли не полнейший идиотизм? Вот это действительно косяк из косяков. То, что сейчас, это ладно, конфуз какой-то такой, а там действительно величайший косяк. А кто слил эту информацию, интересно. Я думаю, это тоже Диана разберется в этом вопросе. Мы сейчас все ждем Диану, когда она выйдет на работу. Я думаю, что она проведет расследование. Я имею ввиду разговор этого мента, кто слил. Я думаю, есть люди, которые косяки Кадырова сливают, поэтому Кадыров боится своих сотрудников. Я и говорю, мы об этом тоже, наверное, узнаем, когда Диана выйдет на работу. Мы ждем выхода Дианы на работу. Все ждем. Сейчас Диана будет главным мемом. Басаев Шам. Почему кафыровец, наподобие Шамиль Шахбиева, из Уфы, зарабатывающий бизнесом казино, так легко выкладывает посты про религию и оскорбляет Моргенштерн, такого же черта, как он? Тумсо, почему кафыровцы тупы? Потому что у них тупость в тренде, это как бы поощряется. Посмотри на того, значит, на кого они равняются. Но у них нет шансов быть грамотными, умными, интеллектуальными с такими-то кумирами. Во Франции аресты и депорты чеченца продолжаются. Что мы можем делать с этим и как нам быть, куда обращаться, поднимите эту тему. Да, действительно, это очень тяжелая тема. Постоянно получаю информацию о том, что то этого депортировали, то другого депортировали. А сколько тех, про кого мы не знаем, которых депортируют по-тихому. Таких вообще много. И очень много тех чеченцев, которым аннулировали политические убежища. Вот я не скрою, да, в некоторых случаях прям вот радостно, что каких-то людей лишили этих статусов. Потому что там есть такие моменты, когда, получив убежище, люди потом ходили в посольство российское, получали там документы. И вот некоторых лишили этих убежищ, потому что у них обнаружили документы российские, сделанные после того, как им было выдано убежище. И вот это вот тот случай, когда ты абсолютно не жалеешь этих людей. Не нужно было ходить в посольство той страны, от которой ты получил убежище. Но в некоторых случаях есть откровенный беспредел, конечно, который сегодня творит французское государство. И как с этим бороться? С этим можно бороться только в рамках действующего там законодательства, на которое, к сожалению, сейчас плюет их собственная власть. Как в случае с Магомедом Гадаевым, его депортировали вопреки решению французского суда. Поэтому это очень сложный вопрос, как с этим бороться. Использовать, конечно, приходится только те механизмы, которые предоставляют нам во французском государстве. Но при этом эти же механизмы и, по сути, ими же игнорируются. Поэтому в Аллахе очень сложная, на самом деле, ситуация для чеченцев, живущих во Франции. И давать им советы тоже очень сложно. Я надеюсь, что ситуация как-то облегчится, улучшится. Остается только на это надеяться и делать дуа Всевышнему Аллаху. Начища Ньюс. За последние три месяца во Франции у 147 просителей был отозван статус беженца. Что обращает их во дворение в страны, откуда они приехали во Францию. Большинство из них чеченцы. Представьте себе, это огромное количество людей. 147 человек. Если из них большинство чеченцы. И некоторых из них, я подчеркиваю, лишили этого статуса из-за их же косяков. Под косяками я имею в виду обращение в российское посольство, посещение России и так далее. Вот в таких случаях, честно говоря, и не жалко даже. Но есть и откровенно, конечно, беспредельный момент. Томсо, знаешь ли ты, какие народы на Кавказе считаются истинно исконными? Не подумай, что я задаю этот вопрос из каких-то националистических побуждений. Истинно исконными, я так полагаю, это имеющие в виду автохтонные народы Кавказа. Это практически все народы, которые сегодня проживают на Кавказе. Просто здесь нужно понимать, что мы подразумеваем под автохтонностью, сколько лет. Допустим, если мы возьмем нагайцев, нагайский народ, то он относительно как бы будет новым на Кавказе. То есть он появился на Кавказе позже, чем остальные народы, как дагестанские народы, кабардинские, черкесские, балкарцы и другие чеченцы, ингуши. А нагайцы, они во времена монголо-татарского нашествия примерно в это время появились. Но это тоже уже огромное количество времени, и уже никто не может сказать, что они там не коренные и не автохтонные. То есть в этом плане нужно понимать, что мы подразумеваем под автохтонностью, сколько лет. Так в целом все народы, которые сегодня проживают на Кавказе, они являются автохтонными народами. И это показывает ДНК-проект, который сегодня существует и находится в открытом доступе. У нас у всех пересекающиеся гаплогруппы, мы все родственные друг к другу, мы все приблизительно в одно время, то есть появились на Кавказе. Это не так, чтобы кто-то пришел раньше и позже. Приблизительно в одно и то же время мы все туда мигрировали. Тумсо, если человек называет тебя националистом только из-за того, что ты раскритиковал человека из его народа, то не сам ли он получается нацист? Ну не знаю, сейчас и в тему, и не в тему начали использовать этот термин нацист, националист. Просто человек не нравится, не нравится то, что он говорит, все нацист, националист. Просто человек указывает на свою национальность, на свой народ, все нацист, националист. Люди не разбираются абсолютно в этом термине, большинство из тех, кто громче всего об этом кричит. Поэтому стоит ли вообще на это обращать внимание, вот в чем вопрос. Нет националиста, это одно и то же, что нацист, кто любит свое происхождение, тот уже нацист. Надо себе помнить, кто ты, а не везде горделиво выплескивать о своем происхождении. Никак сказал, вот видите, вот такие вот товарищи пишут подобные комментарии. Это человек, который абсолютно не знает вообще смысла слова националист. Не то, что не знает слова националист, он даже не знает разницы между националистом и нацистом. Он абсолютно понятия не имеет, кто такой нацист. Он говорит одно и то же, хотя нацизм это социал, принадлежность к социал-националистической партии, национал-социалистическому. Это как бы, да, у нее она была построена на национализме, но это принадлежность к партии конкретно, к политической силе. И национализм это конкретное понятие, причем не все из-за этого порицается в исламе. Есть такое понятие, как национальная политика, например, или обращение к нации, допустим. Это тоже входит в понятие национализма, но это не порицается в исламе. Порицаемым в исламе национализмом является превознесение себя посредством своего происхождения. Вот что порицается в исламе. Особие. А не непринадлежность какой-то нации, не говорить о своей нации, не знать из какого-то народа. Это все не является национализмом. Это здоровый национализм, если хотите. Если вам угодно. Хотя я бы вообще не стал это относить к национализму. Глупости, короче. Нам надо просвещаться, люди. Чеченец. Национализм нам вменяется, потому что мы сделали то, что сделали, и говорим об этом, ожидая или говоря другим, чтобы они выбирали такой же выбор и путь. Нам говорят на это, что мы себя превозносим. Я предлагаю игнорировать подобные вещи. Одно дело разъяснения, да, как, например, кто-то пишет глупость по поводу национализма, нацизма. И мы это разъясняем для тех, кто не понимает. Это одно дело. А вот реагировать на подобных глупцов, которые просто отторгают истину. Ты им объяснил, но они не хотят. Они слепые, глухие, они говорят, нет, нет, нам не нравится. Мы хотим дальше гнуть. Лучше просто игнорировать. Окей, окей, давай. Можешь продолжать типа дальше. Национализм – это идентификация со своей нацией и поддержка ее интересов, особенно в ущерб интересам других наций. Просто если убрать ущерб интересам других стран, мы все похожи на националистов, но нет. Что бы это могло значить? Джахили, неофиты берут термины «асабия» и толкуют. Не зная, что это означает и означало, когда было упомянуто в хадисе, изучайте хорошо, что означало «асабия» во времена Джахилии и себя от нее избавлять. Это было хорошее наставление. В том, что ты говорил, что у вас нет национализма особо, но хотеть дочери, жениха, представителя именно своей нации – это уже национализм. Хорошо это или плохо – другой вопрос. Как это другой вопрос? Если ты уже поставил диагноз, что это национализм, то это однозначно должно быть плохо. Человек в этом случае отдает предпочтение. Нет, дорогой друг, все зависит от твоего намерения. Ведь основой, таким основополагающим хадисом нашей религии является то, что деяния оцениваются по намерениям. И каждый получит только то, что намеревался получить. Это важная основа. И если человек хочет выдать свою дочь замуж за представителя своего народа, не из соображений национализма, а из соображений, что он не хочет, чтобы его дочь жила далеко от него, в другом городе, в другой стране, в другой республике, переживает, что она не впишется в другие традиции, в другую культуру, надежнее будет, если он выдаст ее в своей стране, в своей республике, рядом с собой, за тех, кого он знает, где она уже ориентируется в обычае, традиции, то это не национализм. И это нормально. Именно так и надо поступать. И ученые именно так и рекомендуют выдавать. И никто из ученых не сказал то, что сказал ты, что если ты не хочешь, все, ты националист. Это неправда. А если муж чеченец живет в Америке, не отдавать. Пусть вали девушки, сам лично решает, что ему делать. Я против того, чтобы кто-то критиковал людей за то, что они выдали своих дочерей, сестер, за представителей, допустим, других народов. К сожалению, такие у нас тоже бывают, которые критикуют таких людей. Это неприемлемо. Он вали, он за кого посчитал нужным, за того и отдал. Но также я и против тех людей, которые почему-то пытаются нам навязать, что мы должны за каждого, кто захочет взять у нас, значит, замуж наших дочерей, все, что мы должны за них отдавать. Откуда вы взяли это правило? Не должны. Вали должен смотреть, выбирать, за кого он хочет отдавать, за того отдает. Не хочет, не отдает. Это его право. Да, не давать девушку другой нации, это по исламу. Это по исламу, если ты это делаешь не из соображений национализма, а из соображений крепкости брака, то есть из каких-то практических соображений, если ты это делаешь, то это нормально. Ты являешься ее вали, и ты вправе ее за кого хочешь отдать, за кого не хочешь не отдавать. Но если ты ее не отдаешь из каких-то националистических убеждений, то это, конечно, делать нельзя. Однако, не отдавать ее из соображений пользы и вреда для этой девушки, для своей дочки и сестры, это абсолютно нормально. Националист фитнес в исламе, конечно, должен только поднимать свой отцовский род, а не увеличаться названием племени. Пророк Салалу Асану говорил, я не из арабов. Ты лжец. Приведи эти слова, о которых ты говоришь, что Пророк Салалу Асану говорил, что он не из арабов. Как раз таки Пророк Салалу Асану говорил, что он из арабов. Он говорил, что он является арабом. Тумсо, а какие традиции и обычаи наши чеченские противоречат Урану и Суни? Ну, например, похищение невест, эти лоузерги, есть такие вещи, которые противоречат и должны искореняться. Тумсо, как думаешь, почему чеченский народ, который всегда славился своей непокорностью, непокоримостью, теперь так смиренно живет под этим режимом? Да, народ боится снова пережить войну, но войны были всегда с Россией. И в 44-м нас подвергли акту геноцида. В 57-м мы вернулись обратно. И вот с 57-го... Ну, на самом деле с 44-го, но давай будем считать с момента возвращения. С 57-го по начало 90-х мы тоже сидели, как ты выразился, смиренно и ждали своего часа. Час настал, мы снова восстали. Поэтому сейчас мы тоже ждем того самого часа. Тумсо недавно посетил Чечню, я из Москвы, не знал, что нельзя ходить в шортах. Никто не предупредил, в итоге еле ноги унес. В центре Грозного, агрессия, неприятная ситуация. Прокомментируй, пожалуйста. Да, есть такая тема, у нас не принято ходить в шортах. Но агрессия, это, конечно, тоже неправильно. Надо было просто тебе объяснить, подвести тебя, дать тебе одеться нормально. Агрессировать это, конечно, неправильно. Как я ненавижу нашу республику, именно государственную власть. Конченый кафыров хочет везде видеть своих. В футбольном клубе Ахмат играют Кадыровы, Буратины, непонимающие футбола. Дети Кадырова позор на весь мир, а мы все это хаваем. Да перестань, это же весело, голушки. Сейчас принял заказ и клиент оказался новчий. Довольно преклонного возраста, который был приятным удивлен, услышав тебя в машине. От малого до великого люди любят тебя, брат. Барак, лоховик, брат. Субтитры создавал DimaTorzok